Меня постоянно спрашивают о том, что за катаклизмы грядут, что такое новый век, как вообще это все будет происходить. Сейчас я все это расскажу. Еще в древних ведах описывалось, что так же, как существует этап рождения, зрелости, старения и смерти человека, так же существуют такие же циклы точь-в-точь и законы в развитии нашей цивилизации. В современной социологии видят, что законы социума повторяют законы человеческой психологии. Так же и здесь. Поэтому не надо удивляться, что цивилизации взлетают и падают. Существуют малые цивилизации, например, была Древняя Греция, был Рим, Византия. Но существуют большие цивилизации. Елена Рерих описывала три цивилизации. Это Древняя Лемурия, которая делилась миллионы лет, Древняя Атлантида, которая делилась миллионы лет, и наша цивилизация, которая начала свой расцвет, когда Атлантида уже угасала, и будет длиться еще какое-то время. Несколько лет. Почему? Сейчас расскажу. Сейчас мы живем в Кали-юге. Скоро она станет Сатия-юга. Когда? Ну, вот после некого переустройства наших материков и наших сознаний. У Елена Рерих очень подробное, детальное описание того, почему это будет происходить, как это будет происходить. Я сейчас пишу об этом книгу, потом буду писать цикл статей. Это все очень интересно. Но самое главное для нас сегодня, что признаки наступления нового времени – это три больших признака. Три. Первый признак – это потепление климата. Подводные вулканы нагревают океан, он отдает свое тепло в атмосферу. Но мы видим, что зима практически уже не стало в Северном полушарии. И это закономерно. Почему? Кали-юга заканчивается, вулканы взорвутся, материки изменятся. Появятся новые материки в Атлантическом океане, в Индийском. Об этом же говорил Христос, что будут новые земли и новое небо. Про новое небо – это отдельный разговор. Появятся новые созвездия, которые мы сейчас не видим. То есть очень многое изменится. Когда это произойдет, когда подводные вулканы рванут, когда они рванут, они имеют свою скорость нарастания. Они растут со скоростью 50-200 метров в год. Еще 10 лет назад ученые нашли такие вулканы, окружающие Европу, в Средиземном море, на глубине где-то 1,5-2 километра. И они стремительно росли. Мега-вулканы диаметром 50-70 километров. Она огромная. Если такой вулкан рванет, а он где-то на рванет, и он растет, мало не покажется. Будут километровые мега-цунами, которые будут смывать прибрежные города. Судя по тому, как становится все теплее и теплее, значит, вулканы все ближе и ближе. Это значит, скоро рванет. Когда? По разным оценкам, лет через 5-7, может быть, 10. Но мы это увидим. Второй признак наступления нового времени – это эпидемии, иссушающие легкие и гортань. По оценкам эпидемиологов, именно из-за глобального потепления таких эпидемий будет все больше и больше. Поэтому то, что сейчас происходит с коронавирусом – это цветочки, ягодки будут потом. Ну и третий признак, на мой взгляд, самый яркий, хотя он не очевидный, но для меня яркий – это то, что будет действоваться больше свободы. Еще 45 лет назад в книге «Коучинг высокой эффективности» великий Уитмар написал, он великий человек, великий мыслитель, написал, что сейчас все больше свободы. Раньше нам давали выбрать между двумя каналами телевидения, сейчас их тысяча. Раньше нам давали одну рекламу, сейчас мы можем ее вообще отключить. Раньше нам давали одну политику, только своего государства. Сейчас мы можем через интернет ознакомиться с огромным количеством политики. Но это я уже до себя добавляю. То есть в людей появляется больше свободы во всем мире, во всех смыслах. Свобода перемещения, свобода выбора. И навязывать людям какую-то точку зрения или какой-то тип существования становится все тяжелее. Вот эта свобода – это будет главное неотъемлемое качество людей новой эпохи, людей цати-юги. Но если когда это произойдет? Через 5-10 лет рванут первые вулканы. По пророчествам Елены Рериха, они поглосят британские острова, со страшным грохотом они идут под воду. И, как еще говорил Нострадамус, воды Ла-Манша будут плескаться у стен Парижа. То есть и материк тоже прибрежный опустится, Голландия уйдет под воду, Скандинавия, часть Германии. Что поделать? С этим более-менее все понятно. То эпидемия – это более такая страшная вещь, потому что даже живя в глубине материка, все равно от них не скроешься. Они распространяются очень стремительно. Елена Рерих писала, что в катаклизм погибнет до 10% людей, а вот от эпидемии 2 трети человечества. И она же, Елена Рерих, дала очень классный рецепт, как бороться с эпидемией. Она говорила, что эти эпидемии не будут затрагивать людей, чье сознание солнечно, кто является носителем свободы в себе, вот той свободы, которая нарастает. Другими словами, космос, глядя на людей, старается защитить тех, кто может и достоин перейти в новую эпоху, кто является носителем золотого века внутри себя, чье мышление изменилось, кто стал сияющим, как солнце, и может укрыть собой окружающих. Такие люди никогда не будут в огромном количестве, но те, кто им симметизирует, смогут перейти в новый век, смогут спастись от этих эпидемий. В 1999 году, 20 лет назад, я побывал в Тибете, с тех пор обучаясь моего учителя, который учит меня именно этому. И сейчас, смотрите, эпидемия коронавируса. Те люди, которые уже болеют этим заболеванием, уже имея вирусную пневмонию, сейчас, в марте 2020 года, обратились ко мне за помощью я их всех вылечил. Это быстро происходит. Через симпатию ко мне они перенимают мои воздействия, часть моего мировоззрения, взгляда на вещи, моей энергии, моего сердца. И выздоравливают сразу. Вот так вот, бам! Человек болеет, через час он здоров. Таких людей уже достаточно много. И я хочу, чтобы таких, как я, стало достаточно много, чтобы когда те эпидемии начнут гасить народ, все-таки находились те, кто, симпатизируя свободе, симпатизируя солнечному сознанию, солнечному мышлению нового мира, были бы защищены, не умирали бы и перешли бы в новый мир, где счастье, отсутствие войн, отсутствие злобы, коварства, предательств и даже корысти, где люди не пользуются людьми, а помогают им. Ненастоящее братство человечества, то, о котором всегда мечтали великие философы. А Платон говорил, что в этот золотой сияющий век еще и боги будут ходить между людей. Этот век однозначно наступит. Хотите вы, не хотите. Верите в него, не верите. Вулканы рванут, эпидемии придут. Люди свободы станут править всем. И вот теперь ваш выбор. Оставаться в стане обывателей, жить для себя, жить в претензиях, в зависти, в ненависти и злобах, или же перемагниться, измениться, изменить свое мышление, мировоззрение, свои поступки и стать солнечными. Стать уже сегодня такими, чтобы владыки нового мира, вот как будто из космоса, глядя на вас, сказали, о, этого человека, пожалуйста, сохраните, он нам очень нужен. Надо радовать богов. Не жертвоприношениями, не публичными молитвами, а своей сущностью, становясь теми, кто радует богов. Итак, что же такое это солнечное мышление? Кто же эти люди, на которых боги будут радоваться, глядя в ССК? Есть несколько признаков таких сотрудников новой эпохи, жителей будущего мира. Люди, которые родились для того, чтобы такими стать, уже ходят между нами. И многие пытаются это реализовать. Это социально активные люди, которые хотят изменить мир. И мне все равно, когда рядом творится зло. Они не живут только для себя, они действительно пытаются что-то сделать лучше. Еще Лев Николаевич Толстой говорил, все хотят изменить мир, но никто не хочет начать с себя. А Махатма Ганди говорил, если ты хочешь изменить мир, сам стань таким изменением. Так вот, те люди, которые действительно хотят что-то сделать, что-то исправить, что улучшить, это уже хороший материал для того, чтобы такими стать. Второй очень яркий признак это сотрудничество. К сожалению, люди привыкли конкурировать, привыкли соревноваться. А надо сотрудничать, надо всегда искать точки соприкосновения, надо искать усилий друг друга, а не подавиться обратно, чтобы на его фоне выглядели получше. Вот эта тяга к сотрудничеству, тяга к тому, чтобы объединиться и сделать лучше, вообще она всегда была присуща русскому народу. Нас русских за это даже боятся, потому что знают, что в случае с чего мы объединимся. Другие будут до последнего с друг другом ругаться, мы же сразу объединяемся и все решаем. Но люди, склонные к братству, живут по всему лицу земли. Русские вообще, это не национальность, это качество души. Это два. Третье, это вообще склонность к братству. Как говорится, я есть брата своего, хранитель, и я досматриваю доспехса брата своего. Это формат вместо претензий. Классно же? Кроме того, люди постоянно навязывают свое мнение, навязывают свой взгляд на вещи. Люди постоянно пытаются все контролировать, и в этом эгоизм. А как сделать так, чтобы сотрудничать? Как искать точки соприкосновения? Как доносить в мягкой форме так, чтобы приняли, не продавливая? Это же и целое искусство. В конце концов, качество сердечности. Те люди, которые могут жить от сердца к сердцу, а ведь сердце – это источник свободы, эти люди уже носители свободы. Этому нужно учиться. Кроме того, система управления процессами, людьми, государством, компаниями. Быть лидером – значит управлять. Но существует старая система, авторитарная, где я начальник, ты дурак. Слушай, еще я тебе говорю. А есть новая система, равенства, братства, где я старше среди равных и я не самый умный. Кто умеет быть таким кротким, то есть скромным, но сильным? Такие руководители, они уже достойны перейти в новую эпоху. Но таких практически нет. Джим Колес называл их руководители пятого уровня. Я говорил, что они редки, но они ценны, потому что великие компании, которые не падают, велики потому, что управляются такими руководителями. То есть новый мир уже шагает, он уже между нас. Уже есть люди, которые мечтают о братстве, есть люди, которые создают компании с таким управлением, такие бирюзовые организации. Вот об этом речь. Как измениться, как трансформироваться, как сделать так, чтобы вы, ваша семья, ваше окружение были бы уже сейчас носителями нового мира. И когда наступят тяжелые времена, то сами боги будут помогать вам, чтобы с вами ничего не произошло, ведь вы нужны для нового мира. Вот этому мы обучаем нашей школе свободы. Она основана на теоретической базе или на рерах, плюс практическая база, то, что я беру своего учителя в Тибете, обучаю. Мы обучаем очень практическим вещам, и наш девиз переменно неизбежный, потому что все меняются. Никто не остается прежним. Стать солнечным, стать носителем сознания золотого века, это вот та цель, которую мы ставим перед своими учениками. Добро пожаловать. Итак, что же это будет за золотой век? Как все будет устроено? Я сейчас пишу об этом книгу, но пока что расскажу вам основные моменты такими крупными мазками. Напишу картину. Во-первых, это век, в котором будет единое государство. Не будет государств, будет единое государство. Лена Рерих описывала, что столица его будет находиться в Горном Алтае, называется она будет Звенигород. Это будет административная столица. Также будет другая столица, которая связана с помощью и спасением людей во время катаклизмов, всех этих переустройств, такое МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций. Оно будет находиться в Улхасе, в городе богов, в Тибете. А третья столица связана с технологиями, такой наукоград, где будут пересекаться не только лучшие умы человечества, но там же будут боги ходить между ними. И даже инопланетяне, прилетающие с других планет, будут делиться своими технологиями, как люди в черном, помните? Только покруче. Это будет находиться в городе Урсвати, который будет находиться на плоскогоре Тангла. Такой перевал Тангла в тех степях на высоте выше 5000 метров над уровнем моря, потому что там, где выше 5000 метров над уровнем моря, люди еще могут жить, но там уже могут находиться существа из надземных миров, из дальних миров. Они там находятся легко. Я путешествую по Тибету много раз, видел диманы. И эти, они там все существуют. Так вот, три столицы. Звенигород, Урсвати, Улхас. В этих городах будет осуществляться не только управление человечеством, сколько обучение. Елена Рерих писала, что Звенигород это будет город-университет, и со всего мира будут прижать люди и учиться тому, как быть солнечными еще больше, как еще грамотнее управлять теми территориями, что им достались. Что касается бизнеса нового мира, будет устроено все совершенно иначе. Все будет устроено на принципу братства. Так же будут компании, но они будут устроены не для получения прибыли, а для того, чтобы делать пользу. Понимаете, да? Зарплаты не будет. Компания будет заботиться о своих людях по-разному. Будут какие-то внутри корпоративные карты, но не будет лимита. То есть денег, как таковых, для человека, для гражданина не будет. Будут деньги для расчетов между компаниями, но внутри компании зарплат нет. Почему? А зачем ограничивать людей какими-то деньгами? На самом деле, уже сейчас кризис производства в мире, уже сейчас роботы все производят. Уже сейчас себестоимость продуктов питания и продукции крайне низкая. Уже сейчас настолько все механизировано. 5% людей могут снабжать продуктами питания всех остальных. Всего лишь 5, благодаря механизации. 15% людей заняты в производствах, а остальные чем заняты? И ведь эти 20% человечества производят достаточно продукции, чтобы накормить всех, обуть, одеть, дать всем гаджеты, машины и так далее. То есть, благодаря механизации существования роботов, которые перейдут в новый мир, себестоимость производства очень низкая. и 80% людей не знают, чем заняться. Пусть они занимаются образованием, пусть они занимаются искусством, исследованиями, наукой, пусть они занимаются педагогикой, пусть они летают далеким звездом. Все реально. Но пусть они не будут ограничены деньгами каждый в своем кошельке, пусть не будут бедных и богатых. На этом настаивают боги нового мира. Бедные и богатые это пошлое понятие. Один человек спросил Христа, как же попасть в Царство Божие. Христос прозрел, что это богатый человек, сказал, раздай богатство свое. Как ты можешь мечтать о Царстве Божьем, когда собратья твои голодают? Вот об этом речь. Надо быть очень сострадательным, надо быть очень устремленным. И нужно быть действительно братом всему сущему. Для того, чтобы понять одну простую вещь. Не существует неравенства там, где есть рай. И там, где есть неравенство, не существует рая. Поэтому, кстати, Юга — новый мир. Это мир, где каждому, конечно же, дается его, полагающее ему место. Но человек потребляет столько, сколько ему необходимо. И понятие роскоши уничтожено вообще. Иначе как мы приблизимся к космосу? Иначе как мы заставим богов улыбаться? Ведь у богов тоже равенство. Давайте будем жить как боги, прямо здесь и сейчас. К этому призывала Елена Рерих, и я верю в то, что так возможно. Во всяком случае, в моем окружении мы так и живем. Когда мы идем в горы, например, каждый несет то, что он может нести. И если кому-то тяжело, то груз распределяем. В это великое равенство, где люди помогают друг другу. Пусть так будет всегда. Кроме того, не будет армий, не будет войн, не будет спецслужб, разведок, политики. А зачем они нужны? Если теократия, если боги помогают правителям вести корабль планеты в счастье, не будет преступлений, преступников. Почему? Потому что будет специальная обученная организация, называется СБГ, Сестры Белой Горы, которая владеет сердечным внушением. И если кто-то совершил преступление, знают сразу кто. Больше того, не будет тюрем, потому что они тут же делают внушение преступника, и тот больше не может совершать преступление. Это же золотой век, там все по-другому. Дети будут рождаться сразу гениальными. Это потрясающее время. Инопланетяне будут делиться технологиями, в том числе технологиями образования и познания, постижения законов космоса. Это будет время великой гармонии. Для того, чтобы к нему перейти, нашему человечеству нужно умереть со всеми своими грехами и вновь родиться со всеми своими достоинствами. Но это время близко. Вулканы скоро взорвутся, эпидемии скоро начнут выкашивать миллионы и даже миллиарды людей. Постарайтесь полюбить этот мир нового. Постарайтесь стать жителем его прямо сейчас, и этот космос будет смотреть на вас как на своих, и будет всячески вас защищать. вулканы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому субтитры Алексею Дубровскому